Всем привет! Продолжаем узнавать, что изображено на картинах Франсуа Буша «Венера, просящая у вулкана доспехи для Инея». Инею, герою поэмы Вергилия Инеида, было предначертано высадиться в Италию и заложить город Рим. Инея в античной и римской мифологии, один из главных защитников Троя, легендарный родоначальник римлян. Родители Инея, согласно Вергилию, были Анхиз, внук троянского царя Ила, и двоюродный брат Приама, и богиня Венера. В греческом мифотворчестве это Франди. Согласно легенде, в молодости Анхиз был необычайно красив, и влюбившись в него богиней красоты Венера, родила ему сына Инея. Взяв к нему обещание, никому об этом не рассказывал. Но Анхиз не удержался, похвастался своим друзьям, за что и был наказан. Бог-громовержец Зевс поразил его слепотой. Согласно древнеиталийских мифов, Венера обратилась к твоему мужу вулкану, чтобы тот выковал волшебное оружие и доспехи для Инеи, которому он представил принятие активное участие в Троянской войне. Согласно Илеаде, Камера, Инея избежал гибели в Троянской войне благодаря вмешательству богов, так как ему было предначертано продолжить династию Троянских царей и возродить славу Троянск на другой земле. Ну так вот, это немножко я рассказал про Инея, теперь про картину Венера, просящую вулкана доспехи для Инея. Как я уже сказал, Инея было предначертано высадиться в Италию, заложить в город Рим. По прибытии туда он был увлечен в целую верницу воин, спровоцированных Юноной. Венера, мать Инея, неогнократно приходила ему на помощь. На картине Буше изображена обнаженная Венера, богиня красоты и любви, кокетливо сидящая на облаке, в окружении лебедей и голубей. Эти птицы считаются ее атрибутами. Она смотрит на своего мужа, вулкана, и просит его изготовить доспехи для своего сына. Вулкан – это бог разрушительного очистительного пламени. Гефест был покровителем кузнечного ремесла, выковал молнию для Юпитера, но был сброшен с Олимпа, когда попытался освободить своего мать, которого Юпитер в наказание сковал цепями. После изгнания с Олимпа вулкан обосновался на греческом острове Лемнос, где построил себе дворец, воздвиг кузницы, получившие название вулканов. Его помощниками были одноглазые великаны Циклопы. При падении на землю он сломал ногу и остался храблым. Вулкан создал много произведений искусства, как для богов, так и для людей, в том числе великолепно украшенные щиты для Ахиллеса и Инея. Изготовил доспехи для Юпитера, отдавшие ему за это девственную Минерву – Афину. Но не сумел обладеть ей, он рассил свои семьи по земле, в результате чего родился Рихтоний. Впоследствии вулкан женился на Венере, которая ему постоянно изменяла. Узнав от бога солнца Гелиоса о неверности Венеры, вулкан выковал невидимую сеть, которая и поймал свою жену, которая развлекалась с Марсом. Он призвал других богов быть свидетелем этого позорного зрелища. Однако, неудовольствием вулкану, боги не разделили его негодование. Гермес Меркурий даже подразнил вулкана, сказав, что он был бы не прочь оказаться на месте Марса. Как правило, вулкан изображает у горна полураздетым или растрепанным, часто подчеркивается его вещь. Иногда его можно видеть смолотом перед наковальней или держащим щипцами молнию, либо раздувающим горн, закопченным одним лицом. Буше подвергался критике за то, что он слишком потакал своим желанием и не изображал ничего серьезнее, чем пути, нимфы и полуобнаженные женщины. Но его легкий изящный стиль, характерный для искусства Рококо, идеально подходил для картин, украшений, габелинов и декораций Королевского дворца. Вот так вот написано о картине Франсуа Буше «Венера. Просящие вулкана. Доспехи для Инея». Я пользовался книгой «Путеводитель в мире живописи» Сары Карагом. Все, всем пока, всем привет, до свидания.